В Ярославле на Доме актера имени Сергея Пускепалиса открыли подсветку. Это событие приурочено годовщине этого учреждения и стало подарком от областной власти. На торжественном событии присутствовал губернатор Михаил Евраев, который вместе с остальными участниками нажал символическую кнопку. После этого здание засветилось по всему фасаду. Могу сразу сказать еще один секрет. Это не окончательная редакция подсветки, та, которую мы сейчас с вами увидим, потому что в планах сделать еще вот в этих окнах слепых, которые вы видите, сделать бал, соответственно, чтобы он там был. Это мы будем делать весною. Мы будем делать весною здесь такие проекции и красивые под плиткой тоже подсветку отдельную. Мне кажется, это станет еще одной замечательной точкой притяжения. Точкой красоты, точкой вдохновения в нашем замечательном городе, в нашем замечательном регионе. Ура и с праздником! Архитектурно-художественная подсветка зданий в нашем регионе выполняется по поручению губернатора Михаила Евраева. На следующий год в областном бюджете уже заложено 300 миллионов на эту работу. В Ярославле планируют подсветить старинное здание ликера водочного завода, мост на Даманском острове, дворец молодежи и другие объекты. Также, как и в этом году, будут участвовать все муниципальные образования области. То есть не только крупные города, не только Ярославль, не только Рыбинск. Но и в каждом нашем районе, в каждом из 16 муниципальных районов, мы, конечно же, такие объекты выбираем. Часть из них уже выбрана, даже есть некоторые эскизы. И начиная с марта месяца приступаем к работам, чтобы в летний период мы уже начали зажигать наши звездочки, наши здания, которые дарят красоту жителям и гостям города.